Вечером 7 мая жители Таганрога Ростовской области в сети жаловались на взрывы и стрельбу в городе. Причем называли довольно много локаций – Мариупольское шоссе, военный городок, Русское поле, Бериева и Тагмёт. Также вечером 7 мая в оккупированном россиянами-захватчиками Луганске прогремели громкие взрывы. В сети распространили видео, на которых можно увидеть масштабное возгорание на одном из объектов. Впоследствии гауляйтер Леонид Пасечник в своем телеграм-канале подтвердил перелет по нефтебазе в черте города. Позже ставленник Кремля сообщил о пяти пострадавших сотрудниках нефтебазы и что в результате удара повреждены линии электропередачи, а дома в районе нефтебазы частично обесточены. Горит газопровод высокого давления. Тем временем страна-агрессор продолжает терроризировать украинский народ. В ночь на 8 мая оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Российская Федерация запустила более 50 ракет и более 20 шахетов по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Над ликвидацией последствий обстрелов работают 350 спасателей и 100 единиц специальной техники. По данным Воздушных сил Украины, силам ПВО удалось уничтожить 39 из 55 ракет и 20 из 21 ударных БПЛА. Аномальная погода продолжает накрывать Россию. Ночь на 8 мая в Москве и Подмосковье была не по весеннему холодной. Столбики термометров опустились до минус 2 градусов. По прогнозу синоптиков, москвичей ждёт дождь со снегом и порывистый ветер. Пик холода в Москве ожидается 9 мая. Температура воздуха будет на 7-10 градусов ниже климатической нормы мая. Как ранее сообщалось, в Москве возобновят отопительный сезон в связи с похолоданием. Снегом заметает и Нижегородскую область. Там десятки поваленных деревьев и работает снегоуборочная техника. По словам синоптиков, снег будет идти до вечера. Но позже он сменится на дождь. Тем временем местные жители в сети делятся кадрами своих майских снеговиков. Выпал снег и на Урале. Там ранее сообщалось, что высота снежного покрова составила 32 сантиметра. Был снег и в Екатеринбурге. Там 4 мая из-за него была отменена репетиция Парада Победы. Ожидается, что снег снова вернётся в регион и будут заморозки. Майя засыпала снегом также Тюмень, Татарстан и Чувашию. Литва готова отправить своих солдат в Украину на учебную миссию. Об этом заявила премьер-министр Литвы Индрига Шимонити из Данию Financial Times. Чиновница отметила, что речь идёт о миссии для помощи по тренировке украинских военных. Однако Киев пока не обращался с соответствующей просьбой. Также премьер-министр Литвы заявила, что уже есть соответствующее разрешение парламента на отправку войск в Украину. Шимонита признала, что Россия будет считать это провокацией, но добавила. «Если бы мы просто думали о реакции России, то мы не могли бы ничего отправлять. Каждую вторую неделю вы слышите, что кто-то будет подвергнут ядерному удару». Относительно ядерных учений Российской Федерации Шимонита сомневается, что оружие будет использовано, поскольку радиоактивные осадки также попадут в Россию. Ведь в основном ветры дуют с запада на восток. Впервые публично о возможности отправки войск в Украину заговорил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что нельзя исключать такого варианта. Тем временем в СМИ появилась информация о том, что Франция уже якобы направила своих военных в Украину. Бывший работник Пентагона, военный аналитик Стивен Брайан заявил изданию «Эйсинтайм», что подразделения 3-го французского пехотного полка, который является одним из основных подразделений иностранного легиона, направленный в Славян для поддержки 54-й бригады ВСУ. По его словам, эта группа насчитывает около 100 человек, которые занимаются артиллерией и наблюдением. По данным издания, ожидается прибытие около 1500 военнослужащих. Тем временем в Мидфранции заявили, что Париж не отправлял военный контингент в Украину. Напомним, ранее Макрон заявил, что не исключает отправку наземных войск в Украину в случае, если Россия прорвет фронт и если Украина попросит об этом. В МИД Российской Федерации отреагировали на заявление Макрона, заявив, что если французы появятся в зоне конфликта, они станут целями для военных России. Тем временем чиновники в США считают, что Америке придется вмешаться в войну против Российской Федерации не только деньгами, но и с военными, если Украина падет. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрикс в интервью CBS News и отметил, что Штаты должны продолжать поддерживать Украину, чтобы предотвратить масштабирование агрессии Кремля. В Кремле отреагировали на петицию за вот войск НАТО в Украину. В частности, спикер Путина Дмитрий Песков назвал документ опасной провокацией, развязанную РФ-агрессивную войну конфликтом. Петиция на официальном сайте президента Украины появилась накануне. Ее название – решение об обращении за военной помощью к каждой из стран-членов Европейского Союза, Великобритании, Северной Ирландии и США относительно введения ими своих войск на территорию Украины. Ее автор призывает обратиться к США, Великобритании и странам Евросоюза ввести войска на территорию страны. Для рассмотрения прошения главой государства Владимиром Зеленским обращение должно набрать 25 тысяч голосов. У РФ действительно есть повод для беспокойства, ведь на Западе всерьез взялись раскачивать лодку с заявлениями о возможной отправке войск в Украину, создавая для Путина стратегическую неоднозначность. Так, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о том, что допускает введение войск на территорию Украины, если российские войска прорвут линию фронта. В свою очередь, тогда в США заявили, что не поддерживают позицию французского лидера и отказываются отправлять войска. При этом недавно лидер демократа в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что в случае проигрыша Украины в войне против России и США, вероятно, придется вмешаться в конфликт не только деньгами, но и военными. На что следом руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэтью Миллер остудил градус и заявил, что президент Джо Байден не намерен отправлять войска в Украину. Власти Литвы также накануне заявили, что готовы направить своих солдат в Украину на учебную миссию, но от Киева не было запросов, отметила премьер Ингрида Шимоните. В Москве из-за непогоды под угрозой оказалась воздушная часть парада. Об этом пишет телеграм-канал «Выслушали Маяк». Тучи попробуют разогнать, но с холодом не справится даже Собянин. 8 мая Москву засыпает снегом. В некоторых районах столицы РФ так мощно сыпет, что видимость почти никакая. А еще снежная крошка летит прямо в глаза. Репортажи из праздничной Москвы сегодня выглядят так. «Да, коллеги, приветствую». Такую же погоду синоптики прогнозируют и 9 мая. МЧС предупредили о заморозках в Московской области до минус 6 градусов утром и ночью. Но бунтует в эти дни не только погода. Во время инаугурации президента Путина случился конфуз. Часть дерева сломалась во время пушечного залпа и упала. Этот момент попал на трансляцию церемонии. Некоторые пользователи телеграм-каналов увидели в этом происшествии некий знак. Тревожно и в Кремле, а там опасаются провокации ударов во время парада. Красная площадь остается закрытой для посещений. Не хочет приходить на парад в День Победы исполнитель и директор Центра помощи детям Екатерина Мизулина. Хотя ее туда позвал сам Путин, пишет телеграм-канал Кремлевская табакерка. По данным источников канала, Екатерина Михайловна переживает, что во время парада на Красной площади может произойти что-то трагическое. Тем временем, 67 регионов России отказались от салюта на 9 мая, пишет издание агентства. Так, фейерверк лишились в Казани, Якутске, Туле, Ульяновске, Вологде, Новосибирске и Самаре. Как правило, отмену салютов объясняли обеспечением безопасности. Это самая массовая отмена салютов с начала войны в Украине. Разгневанные семьи пропавших без вести российских солдат бросают вызов Путину. Теперь матери и жены военнослужащих, судьба которых неизвестна, одни из самых ярых критиков военных усилий России, пишет The Wall Street Journal. Горе и гнев усиливаются отсутствием прозрачности со стороны российского правительства в отношении солдат, которые пропали без вести или предположительно мертвы. В российских социальных сетях появились группы, в которых участвуют десятки тысяч родственников и друзей пропавших без вести солдат, где они делятся информацией в надежде выяснить, что же произошло. Все это ставит под сомнение утверждение Кремля о том, что россияне поддерживают войну в Украине и готовы ради нее пожертвовать своими близкими. Кремль запретил освещение войны внутри страны и не сообщает никаких официальных данных о солдатах. Последний раз Министерство обороны России публично заявляло о гибели 5937 солдат в Украине в сентябре 2022 года. По оценкам США, эта цифра гораздо выше. Более 300 тысяч российских военнослужащих были ранены или убиты, пишет The Wall Street Journal. По данным украинского генштаба, потери россиян с начала широкомасштабного вторжения составляют около 477 тысяч человек личного состава. Но сами российские военные не готовы к такому объему потерь и не имеют специальных подразделений, ответственных за эвакуацию павших солдат с поля боя, заявляет Сергей Кривенко, руководитель российской правозащитной организации «Гражданин армия права». По его словам, бытует мнение, что погибших бойцов бросают, чтобы не выплачивать компенсации их семьям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok